Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Недавно вышел на меня один человек, попросился поговорить по скайпу и сразу задает вопрос. А мы меня узнали? Я говорю, узнал. Фамилия, имя известна, Владимир Дыбовской. 34 года он был у нас, в наш дом ходил. Ну, ездили по Теряевку, он принял полное крещение, я восприемник, крестный для него. И потом он начал бунтовать. Библию считать у вас, тут молиться, ну, все такое. Главное не страх, а любовь. Любовь, как заговорили любви, то пропал человек. Почему он страха не испытал? Об этом Игнатием Реченинов говорит. Начни сначала. Ну, вот надо второй прослушать, уже два ролика, а это третий будет. Вот так называется. Номер 3, отпадение и нетайное. Встреча только через 34 года. Ну, и где-то находится. Открытым окном, тут 22-е. Валя Шитиков говорит. Потом, значит, по мере возраста я стала присматриваться, прислушивалась. Я вообще не знала, что такое послушание. Ну, поняла, что послушание это прежде всего послушание Богу. А что мне скажет Игнатий? Я иногда имела привычку отговариваться, как обычно научены мы, что свои суждения обязательны. А тут я стала понимать, что свое нужно оставлять. Самоотвеженность должна быть. То, что он мне говорит, оно уже пережито, оно уже просеяно. Мне остается только принять. А у меня еще было свое. Я всегда приходила сюда и просила только, Господи, иду как к тебе на суд. Дай мне суд, потому что я себя не знаю. Я живу там одна, и теперь могу себя проверить. Слово Божие так говорит, но я же внутренне себя не могу испытать, чтобы мой приход был не напрасным, чтобы враг не обольстил меня, а именно Господь, чтобы Бог показал мне, что это. И когда я приходила сюда... На квартиру к нам приходила она. Господь всегда мне что-то открывал во мне. Но я чувствовала, что я вот именно на этот путь послушания еще не вставала. И Он сказал, что есть грань, через которую человек прийти не должен. Когда начали падать братья и сестры, уходить, мне было всегда это страшно. Я думала, Господи, если я уйду по причине моих отговорок, то какая беда будет со мною? Каждый раз, когда я отговаривалась, я чувствовала страшный страх. Думаю, если эту грань перейду когда-нибудь, и одно слово может стать роковым для меня, и тогда я, может быть, уже не смогу подняться, потому что я знаю, что такое мир, что такое грех. Мне страшно туда возвращаться. Не дай Господь. И вот этот страх всегда во мне. А вот то, что человек оговаривается, это действительно может стать роковым. Я поняла это и чувствую всегда. Володя Дыбовской. Ну ведь вы понимаете, что страх это ветхозаветнее. С любовью, когда встретится человек с Богом, нету страха. Написано прямо, в любви страха нет. Игнатий отвечает. Написано так. Считай. 1 Иоанна 4, 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. А ты к любви не приблизился. Еще приубодей на этой помакухой весь замазан, и начинаешь говорить о любви той. Высшая любовь изгоняет страх, совершенная. 1 Коринфянам 9, 27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Не достигнули и я. Итак, много потерпели многие кораблекрушения в вере, не без веры. У тебя еще ничего нет. Совсем даже нету. А какой любви ты толкуешь-то? Фраза только у тебя одна. Вот это и трещит. И больше ничего нет. Без страха ни единого шага человек в жизни не делает. В армии страх. Смотри, сын, слушайся. Отцу Бог дал власть. В Ветхом Завете наказывай. И в Новом. И родители держат страхи детей. Смотрите, держите. Бог одним страхом удерживает. Не прикасайся, не вкушай, умрешь. А в Новом Завете, 1 Коринфянам 10, 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот какой страх должен быть. Какие это слова, как звучат? Ласково, с любовью, играешь ты сейчас. Играешь, собственно, душой и навеки. Надежда Васильевна. Если брак – это и есть образ Христа и Церкви, то сказано о женах. Если жена или невеста – твоя душа, то жена да боится мужа. Если муж – глава Христос, да боится. Еще раз говорю. Даже семейная жизнь – это. Я говорю, везде так. Апостол Павел говорит. Филиппийцам 2, 12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но это в Новом Завете или в Новом? Это Филиппий, апостол Павел. Да со страхом. Но не с надменностью, с которой ты приступаешь к спасению. Где у тебя страх-то в чем? В уважении к старшим, к тем, кто над тобой поставлен. Ничего этого нет. На чем у тебя основано спасение-то, Владимир Дыбовской? Вот почему я и заметил, что у вас страх. Здесь царит страх. Даже вы боитесь. И мне сказали, с женщинами наедине, нигде не оставайся, чтобы не случилось страшного. Да у меня и не было этого. Даже в молодости. Да лягу в постель к ней, пересплю и не трону ее. Да стыдно мне потому что. И только за дверь вышел и сразу впал во все тяжкое. Ну все это он уже не думал даже, что говорит. Я отвечаю, Володя, опомнись. Володя. Что, если я как будто страха чуть не буду иметь, то я как зверь накинусь на женщину? Ну это же нельзя. Я говорю, во имя Христа прошу тебя опомнись. Умоляю тебя. Ты пал и уже пал. Дьявол слышит это. Когда чуть-чуть подобное сказал, где-то Александр Николаевич Мотовилов-то, то Серафим в ужасе закричал. А тот сказал, Посмотрел бы я, как дьявол войдет в меня, если я причащаюсь-то. И вошел дьявол в него. Дано было испытать. Когда мы познакомились, ты еще сожительствовал с женщиной. А говорит, что Бога знал. Да ты из разврата только-только вышел еще. Тебе ли рот-то раскрывать здесь? Старцы по 78 лет, святые, было известно, женщин не касались. Впервые встретившись, пали навсегда. Протопов по вакуумной исповеди. И как так изболелся душой, что две свечки скрутил и поставил. Руку начал себе жечь и плакал в ночи. Ты насмешник на собственном спасении. Смотри, тебя на что дьявол поймал? Я сказал, чтобы наедине не оставался. Я знаю, что ты прелюбодействовал. Из прелюбодействия пришел, поэтому и поставил тебе такие условия. Заметь, какие были люди. Моисей, Иов, Давид. Кто ты против них-то? И то, говорит, я поставил завет, чтобы не помышлять о девице. Какой был Моисей? Это уже заповедь ставил себе. А ты находишься сейчас один, мужчина 30 лет, и запросто так. На чем это все основано? На дерзости, на твоем самомнении. Володя. Еще раз убеждаюсь, что вы приверженец Ветхого Завета. Люди Ветхого Завета внешний страх только имели, а внутри похоть страшная, неочищенное сердце. И не было вот этого стыда внутри. На скрижалях сердца не написано, на совести. Я говорю, а у тебя написано уже на совести? Да ты и бессовестный, если только сейчас так говоришь на святых. Святые, я тебе повторяю, в Новом Завете все, даже старцы, как Парфений, молитву которого считаем, братья не разрешал прикасаться к телу. За края одежды вот так вели его. Монастырское братье пишет, Ава, Исаия, святые отцы говорят, что на единой рогожке братьям нельзя спать. А ты с женщиной ляжешь, ничего не будет. Братьям монахи и то не разрешалось двум в келье быть. О чем ты толкуешь? Бурюков Михаил. Ты так же уверен, что ты уже совлекся со своей ветхой одеждой, да? Володя. Ну, совесть это ветхий закон, совесть. Зачем? То есть совесть это пережитки еврейской выдумки, как о Гитлер говорил. А, понятно. Да, я говорю, говорит, что это ветхий закон, да он одурел совсем уже. Володя. Ветхий закон запрещал осуждать, воровать. То нельзя, другое нельзя. То есть он против этого был. Я говорю, ты совесть и ветхий закон считаешь заодно. Он бессовестный тогда, совершенно бессовестный. Надежда Васильевна. Совесть всегда должна быть у человека. Как ты можешь говорить так? Володя. Мне добавить любовь ко всем людям, вот и все. Господь есть любовь. Сам с неба воплотился в человека. Бурюков Михаил. Совесть понятие растяжимое. У разбойника своя совесть. Он считает, что он тоже прав, что он так поступает. Володя. Да вы Евангелие почитайте, там прямо написано. Я говорю, да у тебя сейчас какая совесть-то? У тебя даже вот этого нет в сознании. Ты начинаешь обвинять все православие. Нормальная совесть, разве может пойти на это? Едино же ты только проехал, увидел, значит, что и тебе подходящее было. Там облегчение. Тут мирской литературой разрешение заниматься. Да, Игнатий говорит, надо молиться день и ночь. Писание так говорит. Володенька. Володя. Ну, как это я вдруг? Как вы сказали, что нахватался, что ли? Я говорю, да, именно так и сказал. Ты сказал то, что потворствует тебе, а святые, как Макарий, искали где, что труднее, как пчелка собирали. Приходит брат, а он лежит не просто на рогожке, а на земле. Он сразу пришел домой и рогожку выкинул. Брат, а ты как постишься? И услышал, что семь дней не пьет, не ест. А вот он было два дня. Через два дня один раз вкушал. Он через девять дней начал вкушать. Вот как святые делали. А ты подбирал, так, это надо вернуться назад одну строчку, ты кинула, но не туда. А ты подбирал то, что развращенной воле и плоти содействует. Совесть этого созаветия. Где ты это взял? Не сатана ли поселился в тебя за это время? Почему у пьясятников, у них сплошь одержимость такая? Ты просто ошалел уже совсем. Совести, если у тебя нет, и ты бессовестный совсем беззаконник, закона тебе и не надо. Володя. Разве я сказал, что совести у меня нет? Я говорю, ты сказал, совесть это ветхий завет. Я сказал ветхий завет, но он сейчас, в настоящее время, написан в совести, на скрижалях сердца. Так и написано. Я говорю, значит, мы должны поверить сейчас то, что ты говоришь. А не то, что святые отцы делали, подвязались. Житие святых все основано на том, что я говорю, но не ты. А вот ты пришел из мира, один месяц прошел, и в этой сатанинской надменности сейчас пристал перед нами во всем величии. И я должен поверить, как ты заявил, что говоришь от чистого сердца. Я должен в это поверить. Это только дух блуда тебя мутит сейчас. Володя. Вы исторически не понимаете сейчас историю человечества. Вы духом историческим не проникнуты. Берете человека, и что в настоящее время? Что он ветхозаветный? Один и тот же человек. Но какой же он не другой-другой? Я говорю, тот же самый, Володя. И никаких изменений? Я говорю, никаких изменений. Тем не менее, на сердце не написано ничего? Я отвечаю, ничего не написано, Володя. Ветхий завет, вот как в скрижалях, как в чеге был, написанный на каменных скрижалях закон Божий, а человек еще ходил, как скотина. Я говорю, сейчас он хуже скотины, Володя. Совести не было, потому что на каменных скрижалях было написано. Я говорю, да человек хуже скотины. Слушай, Володя, Михаил Буряков. Тогда хоть что-то знали о Боге, а сейчас совсем ничего не знают. Я говорю, какие-то скрижали, что-то где-то написано. Да, написано Евангелие, которое надо исполнять. И написано, кто называется таким-то, какое отношение должно быть к ним. Далее апостол Павел говорит, дела плоти известны. И такие-то, такие-то Царствие Божие не наследуют. Начинаешь плутовать уже в рассуждениях. Эти люди имеют дух Божий, но они распинают дух Божий. Они имеют Бога, но распинают Бога. Ты определенно скажи, в конечном счете, йога тимет, разница есть или нет, свет и тьма. Благодать-то должна тебя как-то на это дело бы наставить-то. Судишь о благодати, о любви, а все перепутал. В голове Вавилон имеешь. Володя. Видимо. Еще раз подтверждается, что вы и я совершенно разно понимаем историю. Историю. Он не Библию, еще нет. Я говорю, я не историю понимаю, я должен узнать Христа и должен спастись. Весь мир ты с историей завоюешь, а бессмертной душе повредишь, то лучше бы тебе не родиться. Володя. Ну, вы законом спасаетесь. Я отвечаю, спасаемся Христом, но Христос не знает с беззаконниками. И Христос дал заповеди все блаженства, крото, смирением. Ты все эти заповеди решил отбросить, а надуться на одном слове любовь. Вот проверьте, а имею я любовь или нет. Валя Шитикова. Всякую ответственность ты себя снимаешь. Я говорю, это пятидесятников стиль, Валя Шитикова. Ко спасение своей души как безответственно относишься и даже не задумываешься над этим. Я говорю, все на Бога свалил. Бог не дал любви или дал. Володя. Каменные скрижали, потом, значит, Слово Божие шло, потом оно из каменных скрижали и воплощалось в сердце человека. И Господь сам в виде любви сошел с неба. Вот и сейчас Он воплотился, и сейчас история человечества это и идет. Вот воплощается любовь человека. Я говорю, когда? Когда? Володя. Ветхий закон, а потом любовь. Это окончательно. Я говорю, когда, скажи, когда это, где произошло? Когда человек смиряется, как блудница, распускает волосы. Каменные скрижали эти какие-то. Человек до каменных скрижали еще должен пройти пустыню. Чтобы сегодня люди получили каменные скрижали, их нужно на 40 лет в пустыню. Всех людей сегодня до горы Синайска довести. Люди в разврате, потопили страну в крови, где-то убийцы все, дети прелюбодеев, и ты говоришь, что эти люди в них дух божий. Ты что, маленько, только чуть-чуть остановись и вспомни, кто ты? Что за твое рассуждение историческое, Володя? Вот только так и понимается. Вы понимаете конкретно. Человек вот настоящий и прошлый. Всегда один и тот же человек. Я говорю, всегда один и тот же. Человек есть плоть, и плоть противится духу. Но Павел говорит, доброго мне не нахожу. Откуда ты взял себе доброе-то? А вот проверьте его, он имеет любовь, и все. Буряков Михаил. Ну какая разница? Вот, смотри, дикий человек, который пробирался там с луком, или тот же сейчас империалист какой-нибудь, или социалист, который лезет с ракетой. Но практически между ними разницы нету. У них цель-то одна убить, уничтожить, завоевать. Валентина Шитикова. Христос сказал, что как было водненое, так будет и при кончении века. Мы видим, что земля теперь растлилась так же, как при ноге и близок конец. Неужели это сокрыто от тебя? Значит, нужно быть слепым. Растлилась земля. Нет на земле почти уголка, не оскверненного грехом. Буряков Михаил. Что самое интересное в той еще беде, совершенно очевидно, было твое негативное отношение, неправильное отношение к окружающему миру. Ты пришел, и ты ушел-то из мира. Почему? Потому что увидел, насколько он порочен. Вот хорошо ответил. Ты увидел, какой мир? Он тебе уже противил, и потом и ты из него вышел, ища что-то чистое. Нашел. Тебе не понравились жесткие рамки? Что нужно смирять свое тело? Что нужно смирять свое тело? Нужно поститься. А Ксения Степановна не желает этого делать. Я вот один раз с ней столкнулся и был очень удивлен, что она начинает ссылаться на такие вещи, например, как болезни и так далее, и так далее. Как немощные старушки постятся, да ищи в каком теле держат себя. Они постарше ее, и у них здоровье ничуть не лучше, чем у Ксении Степановны. А она, между прочим, не соблюдает пост. Я говорю, тут вот что. Симбиоз произошел. У него дух мира с духом пятидесястей что-то поженились. И вот такие сатанинские слепые мысли родились. Больше никак нельзя понять. Потому что все вокруг свидетельствует о том, что органы власти перенапряжены, ничего не могут сделать. Тебя снова потянуло туда, в этот мир. Посмотри, как пророки говорят. Иеремия 1.10 Смотри, я поставил тебя сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Христос говорит, второй раз приду, в огне все испепелю. Отозвался об этом мире так хорошо. А Христос говорит, что не любите мира и того, что в мире. Ибо это говорит прелюбодейный и грешный мир. В тебе уже дух блуда сейчас гуляет по всем заковулкам. Надежда Васильевна. Ты знаешь, я еще раньше, только когда Володя сказала пойти, я высказывал опасения по поводу того, что он еще не вполне утвержден. Как должно православие. Не занимался собой, как должно. Только начинающий его путь. Поэтому не опасно ли быть в общении с этим человеком ему? Его нужно только наоборот оградить пока. И все сказали, что нет этой опасности. И он сам это сказал. Что Ксения Степановна на квартиру поставили. Я говорю, скажи, Володя, при всех людях я тебя предупреждал, какие вы куртасы могут быть у Ксении Степановны. Говорил тебе тогда, Володя? Я прошу, Ксению Степановну совсем не поминайте. Она здесь совсем ни при чем. Ну ты ответ, вот как вопрос я задаю ему. Ты скажи, я предупреждал. Он ни на один вопрос не отвечает. Он запечатанный. Я говорю, ну я тебя предупреждал, Володя. Она здесь ни при чем. Ее не поминайте. Я говорю, а я о нем говорю сейчас. Но он уже слепился с ней. Ну сказал бы, да предупреждал или не предупреждал. Я говорю, этот угол лжи, говорит тебе, не может быть. Леша Речкунов вчера был там. Скажи, Ксения Степановна, как там? Что это у нее такое? Пришел к ней, она ему, давай молиться. Он говорит, что пришел книжку какую-то взять, давай, говорит, я не откажусь. Встал. Ну что-нибудь чувствуешь? Взошло что-нибудь в тебя вроде. Он говорит, нет. Ну давай еще раз. Она 50-ница, нужно, чтобы заговорил. Так. Ну ты чувствуешь, какие-нибудь изменения произошли? Он говорит, нет. Я-то среди 50-ников родился, ты мне не рассказывай. Я говорю, о себе. И Генрих там был. Какими демонами наполнят, ты даже не заметишь. У тебя на голове есть 70 дырок. Через все они в тебя войдут. Теперь скажи, я тебя предупреждал или нет, какие там заблуждения и как нужно быть там осторожным, несмотря на доброе или нет? Вы меня предупреждали, но вы меня за совершенно дурачка считаете. Я отвечаю, сейчас хуже дурачка, потому что дурачком можно хоть как-то говорить, а с тобой сейчас никак. Ты просто в сумасшествии эгоизма находишься. Я тебе говорю, что дух мира интереснейшим в кавычках образом переплелся с духом 50-ти счастлива. Буряков Михаил. Я вот Ксению Степановну слушал примерно месяц назад и интересно было мне впервые вот так вот с ней, когда она проповедовала. Меня что поразило прежде всего, что она подчеркивает, что необходимо принять Духа Святого. Согласен, это так, но что именно понимается под Духом Святым? Я из ее проповеди понял, что для нее Дух Святой это что-то такое, что получает человек и он уже после этого получив, если это он понимает, что он получил, может поступать так, как ему заблагорассудится. То есть ему как бы этот дух подскажет. Но ведь у верующего человека на первом плане должно быть Священное Писание. Он должен сверять Духа своего, который у него там говорит со Священным Писанием. Так ли это или не так? У нее этой связи, как ни странно, я не заметил. Она именно подчеркивала эту деталь, что раз я приняла Духа Святого, то этот Дух мне помимо всего с наставника, помимо святых отцов, Писания и так далее, он говорит, как мне поступать и как мне что делать. Нигде нет таких заблуждений, как у Писятников. Любое безумие все на Дух Святой сваливает. Он единственный мой руководитель. Я считаю, что вот именно эта мысль и подчеркивается в ее всегдашнем поведении со всеми людьми. Просто, когда общаешься с ней 5-10 минут, это незаметно. Но когда ты общаешься с ней час-полтора, это более заметно. Тем более, если ты с ней рядом живешь. Я считаю, что здесь вот именно в этом плане влияние ее. Вот ты как считаешь? Володя, я конкретно говорил уже и еще расскажу, что Ксения Степановна на меня влияние не оказала в этом отношении. Я говорю, понимаешь, все до единого говорят, а ты даже не заметил это, Надежда Васильевна. Мы его еще не знаем хорошо, пытаемся понять, как должно. Он, значит, сам таков, какой он в своих высказываниях. Я говорю, я только скажу, когда меня упрекали за Ксению Степановну каждый раз, а я ее не виню, а она помогает быстрее выявить любое лисемерие. Я спросил ее, как же она убеждала отступников сбрить бороды. А для чего, я ему сказал, борода, если ты поступаешь как блудник, то разбратник, едешь в рубцовку, там с блудницей встречаешься. Правильно, борода не спасет. Правильно, молодец, я ее похвалил. Она только выявила его, этим клоком волос человек не спасется. У Пугачева хорошая лопатообразная борода была, но этому не мешало вешать дворян. Володя, я же говорю, я почему говорю о любви, о самом главном говорю, неужели непонятно? О любви говорю, о самом главном, эту любовь надо найти, но самая спасительная любовь к людям, ко всем людям. Я говорю, Иоанна 14, 15, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Ты слово заповедь нигде не взял. Любовь это не воздух, не поцелуй, не поглаживание по спине женщины, нет. Володя, совершенно верно. Я говорю, а где тогда заповеди, Володя? В любви все заповеди, ведь сказано, что весь закон и пророки. Я говорю, заповедь хоть одну покажи, и при том, когда ты разговариваешь. Буряков Михаил. Где они находятся, эти заповеди? Володя. В любви. В сердце должны быть сокрыты быть. Я говорю, все это пятидесяти, составляющиеся в виде. Ересь самая настоящая, Володя. Но ведь любовь к Богу первая заповедь, вторая люби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях весь закон и пророки. Весь закон и пророки. Но если ты исполняешь, любишь, то значит весь закон и пророки ты исполняешь. Я говорю, Надя, ты была вчера, видела, как он разговаривал? Володя. Вы ищите любовь к людям, ко всем. Надежда. Володя, вот допустим, вошла в тебя любовь? Володя, Володя, запятая, вот допустим. Вошла в тебя любовь, и все? И все? В чем-то она в деле должна проявляться то? Я говорю, он сказал уже, чтобы любить к миру, чтобы любить всех людей вокруг. Не относиться к ним жестоко, Надежда. Почему ты не обращаешь внимания на слова Христа? Он говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Это одно. Даже помышления плотские суть вражда против Бога. А на это как мы должны смотреть тогда? Я говорю, в сердце человеческое написано глубокая пропасть. Крайне испорчено. Кто познает его? Он узнал, там написано у него про любовь. Что у тебя-то написано? Я вот смотрю вчера, как ты вот стоит, разговаривает, такой вид начетника с гневом показывает мне. А знаешь, что такое любовь? И так оскорбительно перст поднимает. Я, чтобы не засмеяться, смотрю. Ты знаешь, вот-вот, прости за выражение, ребенок с горшка поднимется и начнет еще грозить чем-то отцу. Ну, дитя. Но откуда эта дерзость-то? Надя, православие суть разве не знает? И опять, самая главная любовь. Бог есть любовь. И голову туда поднимает, потом опускает и пальцем трясет передо мною, как будто я никогда не слыхал, что есть такие слова в Библии. Когда ты явишь любовь, Володя, я скажу словами Александра Ивановича Устинова, пока ты нашей любви не достиг еще даже, нашей любви было достаточно, чтобы тебя принять в наше сердце. И тебе было у нас не тесно. Твое сердце так сжалось, что нам уже там места нет. Вот вся твоя любовь. Чье сердце раскрыто для любви? Валя Шитикова. Если еще ты, Володя, это слово будешь говорить в таком виде, это будет просто кощунство. Просто ты запрети себе об этом сейчас говорить. Надежда. Побольше работай над собой, молись. Я говорю, сейчас уже времени у меня нет. Скажи конкретно, условия эти ты беспрекословно принимаешь ли? Эти разговоры все до единого будут забыты. Ты их выбросишь из головы и начнешь заниматься собой. Как святые. Володя. Выкинуть все книги? Все это забыть? Я говорю, все, что я тебе сказал, беспрекословно. Володя. Я не могу этого сделать. Я говорю, все, значит, мы на этом с тобой расстаемся. Это на три месяца. Володя. А почему? Я в разват разве ухожу? Я говорю, самый настоящий разврат, чтобы за тебя не отвечать. Это не послушание, есть разврат. Значит, ты хочешь так, чтобы жить здесь, в доме, раз ты сын, в доме и в сердце, но поступать по-своему. Златоуст говорит, что нужно связывать, избивать и изгонять. Златоуст это учитель любви, так его зовут. Так вот, я тебя связываю этими заповедями сейчас и избиваю тебя вот этими строгими словами и изгоняю тебя на три месяца. Три месяца будешь сидеть один. Больше ты ни в чей дом не войдешь, то есть из наших знакомых. А потом, когда карантин кончится, посмотрим, что с тобой будет. Валя Шитикова. Мне однажды Игнатий предложил, спокойно, так ласково и говорит, а что, если ты делай, что хочешь, люби Бога и делай, что хочешь. Я подумала, подумала, думаю, искушение, невозможно делать, что хочу и любить Бога. Невозможно. Я отказался от этой мысли. Я говорю, а тебе сейчас это как раз и говорю. Значит, три месяца только тогда будет иметь силу. Могу и сократить их, когда ты по это поймешь, истинно раскаешься и в коридоре, когда никого не будет, на коленях войдешь в комнату. Это тебе одно из условий. С поклоном сразу перед Богом. Потому что эту дьявольскую гордень вы рогаете только так сломить можем. Если за это время ничего не примешь ты, ну, тогда еще я тебе встречу и скажу. И за это время ничего тебе подсказывать не буду. Даю тебе полную свободу побарахтаться, поплавать. Значит, молиться за тебя буду. Прошу тебя без предупреждения больше ни в чей дом не заходить. Все люди будут предупреждены. И я думаю, по совести ты это поймешь. Володя. Вчера я просил встречи с Михаилом наедине. Вот эту встречу я еще раз прошу встретиться с Михаилом, побеседовать. Я говорю, все уже не разрешаю. Потому что ты сейчас как блудник духовно уже влиять можешь только в плохом смысле. Шитикова Валя. Ты его можешь ужалить. А зачем? Он еще слабый очень тоже. Я говорю, все уже не нужно. Уже я вижу в тебе сатанинские эти мысли, вселившиеся от любви к миру этому. Они ничего не дают, кроме заразы. Нам это не нужно. Значит, мы с сегодняшнего дня с тобой расстаемся. Будем здороваться в церкви. Ты условия все принял, Володя? Чего бояться-то? Почему вы боитесь? Ну истинно, с вами. Так чего бояться? Я говорю, а ничего не боимся. Мы с тобой беседовали, это ты боялся. Володя. Я хочу с ним истории поделиться о нравах исторических, о религии и прочее, и прочее. Я говорю, ладно, давай, спроси у вас сначала, пускай скажет. Желаешь ты с ним встретиться, уединиться, о нравах исторических беседовать? Михаил говорит. Бирюков. Если это касается спасения души, то можно поговорить и при свидетелях. Это ведь не тайна. А если это не касается спасения души, если это просто пустой разговор, то за каждое праздное слово придется ответить перед Христом. Зачем это? Значит, в том или другом случае разговор этот может происходить при свидетелях. Он же ведь не является тайной. Тем более, что тайной от моих друзей я не хочу иметь. Если ты мне хочешь сообщить какую-то именно тайную вещь, что мы должны знать только вдвоем, я этого не хочу. Я говорю, я ответил один раз. Михаил пошел и сказал слово одним КГБ. Его предупредили. Давай, договоримся, чтобы ты никому не говорил. Я говорю, ты завел с ними шашни, и с тобой я знать-то тоже не хочу. Он среди ночи к ним, КГБ, бегал туда, потом утром ни свет, ни заря, и ночь не спал. А утром перед образом Божьей Матери изливал слезы. Помнишь, Михаил Буряков? Да, было. Я говорю, я еще раз говорю, если условия тебе не подходят, значит, ты из повиновения выходишь, мы сейчас об этом и помолимся. Или ты полностью принимаешь условия, и все остается так. Или ты будешь говорить, что в тебе дул Божий, значит, тебе никаких законов руководителей не надо, и что этот дух, который в тебе, он тобой будет руководить. Принимай. Володя. Вы полностью своим красноречием забили. Забивайте своим красноречием вы всех. Я говорю, не обвиняй в красноречии, потому что история говорит, что они красноречи спасают, а любовь... Совершенно верно. Я говорю, тебе явлена была любовь. Об этой любви-то я и говорю. Я говорю, этой любви, Володя, достаточно было, чтобы найти тебя, из разврата вытащить, привезти тебя к купели к крещению, чтобы ты оказался в церкви и пришел к сватой чаши причащения. Вот нашей нелюбви было для этого достаточно. А твоя любовь, пока она только дым, ничего от нее нету. Когда у тебя будут вот так сидеть духовные дети, и тогда мы проверим, любовь это в тебе говорит, или только одно покуражится перед нами. Но мы-то таких видели уже. У нас много было. И чем это для них закончилось? Метанием, страшными терзаниями. Или люди уходили окончательно в мир, или с покаянием возвращались. Но только долгое время надо было для того, чтобы возвратиться на прежнее место долго, у нас-то опыт уже есть. В этой комнате все это происходило. И сейчас только есть люди, которые обратно приближаются, просят. Володя. Вы сами говорили, что от вас люди отталкиваются и уходят, и говорят, что вы не православны. Было такое? Отвечаю, было. Володя. И я сам понаблюдал, и то же самое говорю. И не один я возгордился и говорю, что вы не православны. Я говорю, теперь послушай, чем закончилось. Из тех, которые говорили, что я не православный, ни одного там не осталось. Все вернулись. Но вернулись только через покаяние, перед потерей, через стерзание. Вот чем. Ты вторую-то половину досказывай. Ни единого нет, который бы через это не перешел. А которые без этого остались, значит, только духовный рост. Надежда Васильевна. На каком основании ты можешь говорить, что Игнатий не православный? Володя. Он подзаконный? Надежда. А православные церкви как раз все на законе. На Ветхом Завете построено. Все вместе, в совокупности, без Ветхого Завета невозможно ничего сделать. Я отвечаю, по риме, чтение, это купина, ручка, лестница, чего сектанты не знают. В тебе целиком двухсектанства, но ты хочешь уйти туда полностью, как говорится, запачканным. Но вид чистоты придать, что, мол, другие запачканные, но не я. Володя. Зачем вы так говорите? Я говорю, что православная церковь сейчас правильно поступает, с мира приходит, она очищает смирение, покаяние, очищение души, благодать. Я отвечаю, перестань. Тебя кто научил уже? Тебя кто проинструктировал об этом? Что в церкви говорят о покаянии, об очищении? Ты пойди в крестилку то, опомнись маленько, стукни себя полбур рукой этого, вавилон всюду. Володя. Отец вам в росте же говорит, как к нему народ и идет. Я говорю, и в конце послушай беседу, сейчас только мы слушали одну его беседу. Чем все заканчиваются? Лопатами грязь сгребает из кучи в кучу, а она говорит, на завтра приходит опять то же. Послезавтра, говорит, приходит опять то же самое. Рождение, Тонец выше. Володя. А тут уж смотря по кому. Я смотрю, например, его духовная дочь, Наташу ее зовут, Куроткая, Смиренная. А я говорю, и отсюда ее, как кобылицу не обузданную, вышвырнули. И он ее сразу благословил ехать обратно. Я сказал ему, блудить с собой не возите. Ты же архимандрит. Позора нам не хватает на всю Россию. Ты монах? Веди себя по-монашески и не таскай с собой эту свиту прелюбодейную. Это Юрасову я говорю. Валя Шитикова. Наташа, это змея, которая должна была его ужалить. Я отвечаю, если уж на то пошло, он сразу, немедленно ее отправил, чтобы духа ее не было. Я говорю, если она будет рядом, мы расстанемся. Валя Шитикова. Какая хитрость в ее глазах. Ты не заметил? Змеиная. Я отвечаю, а он заметил только одно. Одинаковый дух у них, и он совместился, и он сразу ее похвалил. Она здесь была, и когда пришлось ему отдельно все здесь рассказывать, отдельно мы гуляли ночью с Абросием-то, и он все это увидел. Кроме изменений, ничего не могу сказать. Вот слова Аброси. Ему приходится исповедовать еще. Ты монах? Его приходится исповедовать. Твое дело сидеть в келье, раз пошел на это. А он выбрал из своих самую красивую, и с ней поехал по России шататься. А нас спрашивает уже, это его матушка? Какая матушка? Он же игумен. А соблазн-то какой, Валя Шитикова. О каком воздержании он может говорить народу, когда выбрал такую телицу? Уже не может говорить. О каком смирении, или послушании монаху он может говорить, когда он с ними едет? На соблазн людям только. Грех страшный. Я как-то вышел, а он сидит у нас там на пеньке, и две девки эти косые ему эти расчесывают. Он сидит, и они так, Валяш, так. Я говорю, ты послушай только, какие законы писали святые отцы. А это дух прелюбодеяния. Он тебе подсказал. Только так тебе нужна Наташа такая же рядом. Володя. Это вы судите. Ведем по себе. Ну а как больше иначе судить? Ну я думаю, от него это отступило. Я говорю, я думаю, от него отступило. Но ты думаешь, что по развращенной воле своей, Буряков Михаил. Почему там в России думают иначе? Иначе бы он от нее освободился. Не освободился. Иначе бы он не освободился от нее. Ну я так и сказал, только в разные слова переставил. Я говорю, он сразу же попросил прощения, повторяю, сразу же ее отправил и сказал, что больше в моем доме вместе не будут. Если на то пошло, то самый лучший протеерей, которого мы считали по Сибири, пал через такую же вот Наташу, только по-другому ее звать. Сейчас был архиереем. И архиерей не может с этой стези свернуть никак. Развелся, детей оставил и с ней. А ты-то чего видишь-то? Ты ничего не видишь еще. Ты слепой, как только что родившийся котенок. Валя Шитиков. Эта рана бывает смертельной, почти неизлечимой. Я говорю, почему ты сейчас туда и метнулся, чтобы меня запнуть? На мое место поставлен игумен. В твоем сердце я уже не нахожу места. Такова твоя была воля. Почему именно это ты увидел, что и Наташа кроткая, и здесь все увидел, потому что ты совершенно ослеплен духом блуда, Володя? Тогда, значит, все монахи, все знакомые наши ослепленные. И отец Павел в Канске, и Игнат монах, и Амвросий, и отец Дмитрий. Я отвечаю, скажи, зачем ты приплетаешь их сюда? Мы только о нем говорим-то, Володя. Я с ними согласен во многом. Я отвечаю, это жест отчаяния. Мы сейчас говорим только о нем. Ты его подставлял, коснулся Наташи, мы поэтому и сказали. Он это осознал. Я тебе говорю, что он немедленно ее проводил обратно в Иваново. Ты даже это уже не берешь во внимание, а кого-то других начинаешь схватить. Налево, направо хватаешь, если чем больше будет на твоей стороне. Но ни одного не будет. С отцом Игнатием никто не ездит. Отец Павел живет с матушкой. Не плутуй в разговорах. Валя Шитикова. Когда бы отец Амбросий и факт не показал, то не был бы обличаем. Но раз уж он уже на делах это показал, значит, он был обличен. А зачем других-то называть? Ну как... Гуряков Михаил. Ну как так, Володя. Сам же монах признал свою ошибку, взял и отослал ее. Но если бы этого не было, он бы сказал, да что вы, у меня такого и чувства нет, и я не боюсь этого искушения. Нет, он сразу же пошел навстречу. Надежда Васильевна. Я вот согласна. Вы знаете, что он, конечно, взял человека рядом с собой, чтобы себя как-то от власти огородить. Это одно. Но когда действительно он признал после того, как сказали ему. Не потому, что он сам лично, как ты говоришь, я могу вот так и ничего не будет. А от того, чтобы не было соблазна, это главное. Так, Валентина Шитикова. Нет, Надя, здесь глубже. Отец вам в Росе играет с огнем. Он не знает себя еще. Он просто потерял над собой контроль. Я говорю, Надя, здесь была Галя. О чем он с Галей разговаривал, ходя по базару? Все это начало выявляется здесь. Так что ему надо не вылазить из келья, а запереться за дверью и сидеть. Так что гуляет там дух этот, как хочет. Плоть бушует. И все красивеньких надо. Валентина Шитикова. Пойти в морашество после того, как столько лет занимался боксом. Разве в монахи таки можно идти? Володя. Да вы его осуждаете, не зная человека совершенно. Я говорю, Володя, не осуждаем. Володя говорит. Вы про него сказали, что он не знает себя. Я говорю, Володя, не заступайся за то, чего не знаешь. Я знаю из вас таких вот лицемеров, первые хулители бывают. Ты лицемеришь сейчас. Ты его совсем не знаешь. Ты с ним не беседовал отдельно. Не знаешь, не был в монастыре, не знаешь, что там бывает. И он только наедине может сказать, я с таким протеереем был рядом. Ночами, днями гуляли, беседовали. И пал этот человек сейчас. И это через это открывается. Что через это открывается? Валя Шитикова. Но ведь это не детская невинность. 44 года не знать, что ты делаешь, с кем играешь. Это уже не ребенок. Я говорю, почему архиереев сейчас такие красотки рядом? А почему бы какой-нибудь монах заика с 70-ти летний не прислуживал? Там так же есть, вещи продают. Нет, но чтобы покрасивее. А теперь начинают обвинять. Посадили настоятеля за мужеложество. В Омской области посадили второго за мужеложество. Отец Олег сидел за мужеложество. Где это видно на такое? Когда к архиерею приходят сейчас принять монашенство, а он еще от старого этого не одумался. Принял монашенство. Архиерею уехал по епархии. А этот сейчас же и женился. Я на дом пошел к нему и говорю, что ж ты так-то? А он сейчас архиерею грозит еще. Стрелял в него через забор в архиерею. Володя. Ну, в этом случае с отцом Авросием конечно это искушение. Нельзя подавать пример другим, чтобы не подумали о нем чего дурного. Я говорю, это не положено. На него уже эпидемию надо налагать. Ты не защищай, чего ты не знаешь сейчас. Ты не выворачиваешься, как змея из-под вил. Тебя сейчас поднимают на дело, чтобы ты поднялся от своих развратных мыслей. А ты начинаешь выворачиваться из каждого слова. Вроде как бы благодать на тебя сошла, ложь на тебя сошла. История Аввакума дьявол научает тебя говорить. Ты опомни сейчас и запомни, что матерь всякой добродетели смирения у тебя рядом ее не было. Володя. А у вас-то тоже нет смирения. Вот так. Вот бери кое-что от него. Я говорю, ты меня не можешь судить. Мы рассуждаем-то о чем? В подходе как с людьми обращаться. А если я перед ним смиряться буду, я буду как ты. Я не хочу кисель размазывать здесь. Конечно, слово скажи, конечное. Тебе не подходят эти условия и заканчиваем разговор. Конечно, нет. Я говорю, все, до свидания, давай поборемся. Надежда. Он даже не знает, что такое смирение. Я говорю, Надя, не нужно играть с этим. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, ты великий Бог, имя тебе любовь, ты есть кротость и смирение, только у тебя мы можем этому научиться. Как многое ты нам снова показал. Какие падения грозят душам, которые теряют страх перед твоим величием, которые не заботятся о чистоте. Сколько надменностей поселяет сатана. Прости меня, Господи, если для кого и я послужил соблазном. Прошу тебя, любящий Господь, ты сам возьми отныне на поруки, на твои пронзенные глани эту израненную душу, едва лишь вступившую в храм твой, и как покусился на нее сатана, какие жестокие замыслы он имеет. Прости Господи, что я поселил эту душу туда, но это было по необходимости, прости мою небрежность. Прошу тебя, научить ценить собственное спасение и спасение ближних, быть очень внимательным и со страхом и трепетом совершать спасение. Да не погибнем мы, благослови Владимира и всех нас здесь присутствующих. Научи нас помнить друг о друге в молитве. Помоги исполнить все заповеди твои с любовью, ибо вера без дел мертва. Ты сам говоришь, что если наша праведность не превзвысит праведности книжников и фарисеев, то никто не войдет в царствие Божие. Уцеломудриво спасение, научи нас взирать на кончину праведных твоих и подражать вере их. С какими великими трудами и усилиями продвигались они, и какое усилие должен прилагать восхищающее царствие твое. Мы уже ничего этого не делаем. Прости Господи и меня за небрежность. Дай каждому проникнуть в свое сердце. Возбуди дух ревности священника. Какое соблазн развращения подали они миру, допуская всех до крещения, до чаши твоей. Посети в этот час отца Мросия. Какие беды поджидают его? Что ты говоришь сердцам нашим? Сохрани его, не допусти его до этого позора. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. И я да не послужу ни для кого соблазном. Благослови нас Христос. Прости что не по воле твоей было сказано по ревности неуместной или неразумии или во гневе. Прости имя тебе любовь и милосердие слава тебе за все Отец Сын и Святой Дух Аминь Вот смотри значит так Володя строгость правильное понимание это связано со старообрядчеством но старообрядчество это как раз то православие которое пришло к нам из Греции а не сегодняшний кисель который мы видим когда все смешалось тебе это не подошло главное что ты не хотел смирить свою плоть и дух другого обвинения ты не выставил я думал что-нибудь серьезное у тебя есть благодарю Бога моего в присутствии тебя и друзей что соблазна в жизни своей я тебе не подал тебя не оставлять нужно было а как на лошака не смысл еще две уздечки накидывать почему я именно три месяца даю потому что думаю срока это будет достаточно чтобы ты увидел сам себя не для другого челю либо и познаешь как худо ты сделал Валентина Шитикова не кается и все как будто это невинность какая-то детская ничего еще не пережито надежда он совершенно не понимает этих вопросов и весьма печально Валентина грех это такое падение человеческой души ты будешь мучиться каждый день Володя да Бог с вами я говорю Бог с нами благодарю Бога за это дьявол же ходит как рыкающий левый еще кого поглотить ты говоришь что так может дойти и бесов видеть если свято бы жили не видеть а ездить на бесах надо как святой Ян Новгородский ездил в Иерусалим Валя Шитикова как я всегда мучительно искала чтобы мне кто-то сказал что со мной все-таки Бог у меня такое сомнение всегда было почему потому что я знала что я великая грешница и когда вот приду в баптистское собрание Новосибирске они все-таки жизнерадостные все-таки веселые воркуют чего-то и поют а я внутренне чувствую тоску как будто бы Бог меня оставляет я плачу а они поют они радуются а я плачу и всегда такой у меня вид был потерян и они говорят тогда сестра подходит и говорит чего ты так убиваешься Господь с тобою так для меня это была такая радость на несколько дней я ходил и радовалась и вот однажды в комнату ко мне пришел человек и стал меня искушать но я поняла что это дьявол был он начал мне говорить где твоя прежняя гордость и еще какие-то вопросы задавал а я говорю ну а зачем грешнице гордость так я просила я просила господи я поняла кто это пришел дай мне мудрость и ответить правильно тогда искуситель сказал предалась ты Христу какие-то для меня сладостные слова тогда были я предалась Христу такой приговор враг мне вынес а для меня это была радость неописуемая вот я всегда каждый день старалась чтобы кто-то удостоверил меня хотя бы из людей что именно Христос со мною но теперь-то я это чувствую уже сама и в молитвах и из опыта жизни чувствую что со мной Господь когда со мной Господь когда я так поступаю как написано в Писании Володя а если вы любите то и все видно что Господь с вами Володя это просто обольщение ну как любите я просто чувствую мучаюсь за людей когда смотрю когда они в грехе мне это ненормальное состояние я мучаюсь за них чувствую что сочувствую ему но чтобы вот так вот смотреть на все и подняться одна девочка тоже уверовала и пришла в церковь и говорит ты знаешь Валентина я как будто на небесах а не на земле я говорю девочка ты обольщена спустись на землю иначе плохо будет и она пала и ушла в мир это просто опьянение я говорю Володя мы бы не говорили если бы у нас не было этих людей падших на глазах наших и в общем-то сходственно вот это что с тобой сейчас это дух блуда в тебе сейчас говорит потеря всякого страха он смеется потому и смеется что ему это ничего не говорит о спасении о вечности говорим ему какой-то смех набрался же ты от своих благодетелей я не знаю где в тебя это и когда вошло или не выходило прежнее Ефрем Сирин плакал так говорится что борозды под глазами были святые даже юродство принимали на себя Алексею Божию человеку помой на голову лили церковь православная их прославляет а ты какой путь себе избрал путь веселости путь смеха легкомысленного поведения Володя я скажу что несколько лет вот это чувство богостанности имел жуткое чувство и тяжелое и самоубийство помышлял и что только я себе не думал и о людях и все ненавистны были но сейчас я нашел Бога я понял где он я его потерял я говорю я поясню где у тебя ложь ты никогда не был христианином был некрещеным поэтому ты не мог чувствовать богоставленности ты на ходу уже пристаешь к чужим рассуждениям чего в тебе и нет вот сейчас ты обнаружил себя опять снова со всеми рогами и копытами у тебя ничего этого нет а зачем смеешься какой это смех то Володя вы так говорите смешно я говорю так это смешно тебе потому что это дьявол смеется чувство богооставленности и чувство потери первой любви может чувствовать только тот кто с Богом до того соединялся ну и дальше говорю адреса написаны какие у Валентина Иваново город индекс базисный женский монастырь и считай псалом 140 стих 4 не дай уклониться сердце моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми делающими беззаконие и да не вкушу я от сластей их Иоанна 15-22 если бы я не пришел и не говорил им то не имели бы греха а теперь не имеет извинений во грехе своем дальше стихотворение а я и не знал фараон сокрушался что Сара Авраму жена не сестра не так раз намыслит сегодняшний галстук с чужой женой проспит до утра примеры примеры в язычниках даже сумел же отбросить жену артаксеркс советы принял с Исифи с Фирью Крашен владение Амана пуская под пресс вот Труфь с благодатных полей муавицких приносит смирение и ласки в Озу примерим к сегодняшним сколько тут риску не вынешь из тела чужую занозу Елеезер угодил Аврааму и Старец готов ему все подписать но Бог завещания меняет программу а раб не изменен он с верностью пса примеры толпятся и лезут на память полезные краше один одного едва успеваю их в очередь ставить зовут подражанию бегут на обгон не раз и не два спотыкался Давид но обличительным словом врачуем рыдает вощание горем прибит деяние преступное с корнем корчует вселенский учитель умел не молчать а где-то искусно спешил огрызаться стена подбеленная рубит с плеча так и лев наседает на куцева зайца примеры умения тяж бы вести когда беззаконно ахальники лезут для многих пример непокорства астинь и помнить ее нашим женам полезно а я и не знал голосят многократно но словом научены редко то скажет под эти слова темноту нам не спрятать христос обман 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 и блуд живешь в стране где ужас тебя приговорили сегодня к смерти завтра тебе голову будут отрезать а ты бы хохотал сидел когда божьи слова говоришь ну и все на этом записывать будешь я и не знал